Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала Дача и Записки. Привет, народ! Обещал одному из подписчиков рассказать о Бушкинском генофонде или генофонде Санкт-Петербург, организации, которая официально внесена в государственный реестр, как организация, которая занимается селекционной работой, организация, которая обладает патентом на ряд пород, выведенных как в ней, так и введенных в государственный реестр. Организация эта занимается, с одной стороны, согласно официальному статусу, сохранением редких пород, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, с другой стороны, занимается введением новых пород. Ну, мнения об этой организации очень различные, от остро-негативных до возвышенных. Как всегда, истина где-то посередине. Значит, я общался с данной организацией на протяжении 6-7 лет. Первый мой опыт был своеобразный очень. Я ошибся, и когда первые поиски свои осуществлял данной организации, в интернете набрал адрес генофонда. И вот потом в ролике будет показано, как можно ошибиться. Дело в том, что одна из ссылочек указывает на генофонд московский. При этом она очень практически неотвечима от ссылочки на сам пятибургский генофонд. Там даже буковки такие же стоят. И когда открывается телефон и так далее, мне надо было купить породу, взрослую птицу породы Черный Австралоп. Хотел начать разведение уже взрослой птицы. Договорился с менеджером, позвонив по телефону. Я тогда еще летал, возвращаясь с командировки. Мне звонит женщина и говорит, как бы, вот все. Хоть и суббота, приезжайте, забирайте. Вот. В Яндексе набираю генофонд СПБ. Меня приводит строго к нашему генофонду Питерскому. Упираюсь мордой лица в закрытые ворота. Но бабушка-вахтерша, охранник, на меня посмотрела. Типа, сынок, ты чего приперся-то? Как вот мне позвонили, сказали, меня ждут тут с протертыми объятиями. Птицу мне хотят продать. Ну, не знаю, говорит. Вот у нас там пару девочек убирается. Никого из начальства нет. Ну, сейчас, говорит, я позвоню. И вот тогда же у меня появилось два телефона девушки, которая работает с взрослой птицей. Размещу их под роликом. Девушка спрашивает, что случилось-то? Я вот так вот и так, мне вот сказали. По другому, правда, номеру звонили. Ну, наверное, вы, что ждут меня. А куда вы звонили? Вот туда-то, туда-то. А номер какой? Вот такой-то. Да вы, говорит, в Москву звонили. Как в Москву? Ну, вот так и так. Вечно путают. Ё-моё, а что вы хотели? Ну, вот черного австралопа. Ну, сейчас я подумаю, позвоню. Выходит, в итоге КПП, щирая такая дама, украинка, на чистой украинской мове со мной разговаривает. А эта с ней женщина из Азиатской республики, но точно на такой же украинской мове, без акцента общается. Ну, в общем, вынесли мне тогда пятерку курочек австралопа и вынесли на обзор двух петухов австралопа и более такого общипанного всего и более приемлемого петушка. Я смотрю, вроде минорка. Она говорит, вот давай бери это, вот тоже, ты же чернявый, тоже черный, пойдет. Я говорю, не, давайте все-таки вот этого щипанного я возьму. В общем, не подвели меня эти птички, очень хорошая была яйценоскость. Петя меня смутил, правда, у меня все два я не видел, как он к куру подходит. Ну, то есть, вот куру несутся, а чтобы кур он топтал, я не видел. Но! Заложил яйцо и квочка закудахтала, заложил одновременно еще под нее, все получилось. То есть, Петя потом еще два или три года меня радовал, меня очень великолепно. Из нюансов, с этой птичкой я себе в курятник привнес такую заразу, как пироид. Боролся я с ним после этого долго, подхватили от них и мои ломаны, которые у меня тогда были, кросс. Посему, вот будете брать птичку, не говорю, что вся у них там она, пироидом, поражена, так же, как любая птица, которую вы повредаете на стороне, должна пройти карантин, дуя на ту воду, на которую попался я, можно обработать энтомозаной сразу птичку, чтобы вот, как бы, обезопасить себя от попадания в ваше хозяйство пироеда. Вот. После этого я брал в Пушкинском генофонде оккупационное лицо Загорского Сосевы, Черного Австраорпа обновляться пытался, Пушкинское, и брал не для себя, выводил под заказ Аврору. Есть такая порода, серого цвета птица, мясо-яичная, с мясо-яичного направления, выведенная в том же Пушкинском генофонде. Что, какие нюансы могу вам рассказать? Во-первых, порода, которая выведена были у нас, в территории Советского Союза, Российской Федерации, наши породы, которые культивируются в этом генофонде, поддерживаются, очевидно, участвуют в дальнейших проектах, дали великолепные результаты Пушкинское, в первую очередь, и Загорское лососевое. Из 20 яиц Черного Австраорпа, купленного мною в Санкт-Петербургском генофонде, получилось только 3 цыпленка Австраорпа. Именно Австраорпа, остальные, оказались цыплятами минорки черные. Причем, курице получилось всего 2, там получилось больше 10 петухов минорки, с которыми, ну, пошли они на мясо, короче. А плод хороший, вот, у Пушкинки, там, порядка 90%, у Загорки, вообще, там, почти все, по-моему, выупились, я уже не помню, уроки надо посмотреть. И у Австраорпа, то яйцо, которое продали, как яйцо Австраорпа, то же самое, оплот был великолепный, там, один или два, не оплота, остальные все вывелись. Аврора, великолепный оплот, то же самое. Но, получается, что породы, которые не нашего происхождения, а иностранные породы, почему-то они ложат очень много кушат. Мои подположения такие. Я общался с народом, который, так же, как я приобретал куриционное яйцо в нашей Пушкинки на фонде, мне не в общем-то сходится. Проблема в чем? Во-первых, скорее всего, количество птиц редких пород у них не в очень большом количестве, заказов много, много денег хочется заработать. Зачастую просто-напросто те же самые рядовые техники, которые обслуживают птицу и которые завязаны на премии от количества яйца, ложат туда все подряд. То есть, от этого кукушата. То есть, среди яиц заказанных пород может быть пересортиться цыплята других пород. Кто-то грешит в отзывах о плохом оплоде, не знаю, не сталкивался. Недавно девушка общалась с девушкой ВКонтакте, она сказала, что вот выписала, купила в генофонде пушкинском цыплят очень плохого качества цыплята. Косые, кривые и так далее. Ну, как бы, очень может быть, что зимой чего-то не хватило ресурсов покормить эту самую птичку с тем, чтобы яйцо было хорошего качества. Потому что, для кого не секрет, зимой для того, чтобы, во-первых, был хороший оплод, во-вторых, чтобы цыплята были хорошего качества, необходимо птицу кормить витаминами, пророщенной зеленью, вкратце, содержащими продуктами. Ну, поддерживать птичку на должном уровне. В противном случае, как вот она в плохом состоянии находится, в таком же состоянии будет и яйцо. Из нюансов. Заказывают яйцо надо именно сейчас. У них достаточно небольшой срок, в течение которого они продают яйцо. Где-то получается февраль, март, немного апрель, то есть 2,5-3 месяца. Звонить заранее, состыковываться с Юлией на конкретное число. Когда покупаете яйцо, просите, чтобы давали бумажку. Она без всяких яйких сама напоминает, выписывает, ставит печать, ставит свою роспись, что она продала это яйцо. И в том случае, если у вас какие-то проблемы с выходом цыплят, берите эти яйца, не разбивая, привозите неоплод, либо замор, замерзшие эмбрионы, яйца, не разбивая их, с клеточком, она смотрит, и потом компенсация какая-то будет. Ну и ежели у вас вылупились цыплята разномастные, не тех цветов, которые полагаются, я так тоже думаю, что можно их предъявить. Ни разу этим делом не занимался, просто теоретически думаю по этому поводу. Сразу предупреждаю яйцо, которое они продают мелкое, от кур молодок, они держат кур не больше партии, 1-6 месяцев, потом, говорят, продают, либо, соответственно, не знаю, куда они их пускают, на мясо, и бог его знает. Они постоянно циклично этим делом занимаются. Яйцо всегда мелкое. Единственное, вот Пушкинку покупал, ну, может потому, что она изначально у них в большом количестве, яйцо было крупное. Вот Австроорпа покупал, Аврора покупал, за горку покупал, яйцо не крупное, но, качество хорошее. В общем, о всех нюансах, как найти в интернете, значит, где расположено, в дальнейшем ролике, прошу как раз просмотр. Пушкинский генофонд. Набрав эту нехитрую надпись в поисковике, выходим в генофонд СПБ. Открываем. Сайт обновился, сразу предупреждаю, старый сайт выглядел несколько иначе, но не суть. Здесь представлено несколько меньшее количество пород, которые вообще у них там разводятся. Очевидно, представлены только те породы, от которых у них есть возможность продать на сегодняшний момент оккупационное яйцо. Тем не менее, есть контакты. Указано два телефона, указан почтовый адрес, указан фактический адрес данного государственного учреждения. Дополнительно, под роликом, я размещу телефон техника девушки, которая непосредственно занимается записью на инкубационное яйцо. Чаще всего, она и продает это самое яйцо, ставит свою подпись, печать на чеки, которые вам предоставляются в момент закупки этого самого инкубационного яйца. Что же касается того, как добраться. Вот, кстати, ведущий специалист, вот на данной фотографии изображен. а также на данных роликах можно посмотреть некоторые в этих роликах интересующую вас информацию. Александр Борисович Вахрамеев, представленный в данных роликах, на данной фотографии, является ведущим специалистом нашего генофонда. Очень умный дяденька, очень много полезных советов выдает. Есть в интернете несколько роликов с ним на различных выставках. Он уступает, делится своим мнением. такой очень знающий человек. Вот, вот здесь у нас фотографии с Пушкинкой, ведущей породой Пушкинского генофонда. Вот, что же касается добраться. Ну, проще и простого. Опять открываем контакты. В данный адрес забиваем в поисковик Яндекса и он вас ведет благополучно непосредственно к КПП данного учреждения. Я потом небольшую схемку размещу. К сожалению, видеофотоинформации у меня на данный момент нет, посвященной внешнему виду, чтобы вам там не путаться. Но на схеме покажу, как куда идти, как собственно говоря, выглядит внешний фото. В принципе, вот в поисковике можно открыть фотографию. Вот примерно так оно и выглядит, по большому счету. Можно на карте посмотреть, как оно все это дело расположено. В двух словах, вот когда вы едете по Копинскому шоссе, я вот с этой стороны всегда ехал, получалось так, с севера Питера. съезжал соответственно с Када на Копинское шоссе, упирался вот-вот-вот развядочку узенькую под 90 градусов, практически, кива 90, под 100, где-то 270 градусов, разворот очень резкий. И потом вот попадаете по вот этой дороге, упираетесь территорию вне грыжа. как правило, путешествуем туда, тогда, когда в зелени это и нет, слежит снег, и вот это здание, которое здесь видно по фотографии, и есть то здание, куда вам надо попасть. Туда вперед чуть-чуть, КПП, еще какие-то здания, стоянка, но вот попасть надо в это здание, там есть такие большие деревянные ворота, заходите прямо и налево, там за деревянными дверьми, дверями сидит девушка, которая предоставит вам это самое купационное яйцо. Вернее, телефон я ее размещу, ну и что же касается в общем-то нюансов. Так вот, что касается нюансов, на той же страничке поисковика можно вот найти следующую сносочку в ней уже время работы, отзывы и контакты. Когда она открывается, то можно, во-первых, все тот же телефон посмотреть, кстати, вот этот телефон, который здесь есть, и есть телефон девушке Юлии, которая отвечает за инкубационное яйцо. Есть еще у них техник, который отвечает за взрослую птицу, ни для кого не секрет, что питерский НИГРЖ весной перед летом продает взрослую птицу. Вот телефон девушки, которая отвечает за взрослую птицу, я также размещу. Нюансы заключаются в том, что не стоит ошибаться, как это сделал когда-то я, не просто набирать генофонд, а именно пушкинский генофонд, потому что если вы наберете просто генофонд, то вам выскочит гора перевода этого самого генофонда и в том числе может выскочить если допустим генофонд адрес вы наберете выскочит генофонд московский вот смотрите официальный сайт компании генофонд очень похож на генофонд спб но на самом деле генофонд сп это не спб это вот сайт московского генофонда дабы не нарвался на вот эти все нюансы набирайте генофонд пушкин и тогда у вас все четко высветится а не вот такая вот ситуация как однажды я тоже самое нарвался в общем вот примерная схема как попасть к юле заказанным яичком это непосредственно на стоянке перед воротами санкт-петербургского генофонда адрес указан телефончики указаны и по пунктам проверяйте яйцо будьте готовы что оно будет не очень крупное не забывайте брать бумажку с печатью подписью будьте готовы к пересортиться в принципе мое мнение что работать с нашим пушкинским генофондом можно и нужно но делать это аккуратно спасибо за внимание до новых встреч подписывайтесь на канал сообщайте друзьям ставьте лайки или антилайки спасибо за просмотр спасибо за просмотр субтитры